здравствуйте еще раз дорогие гости пресс-клуба я вижу сегодня много новых лиц поэтому начну с представления меня зовут юлия слуцкая я фаундер пресс-клуба а пресс-клуб для тех кто не знает это площадка для роста и развития медиа сообщества поддержание профессиональных стандартов престижа профессии которая способствует развитию медиарынка и вот в рамках этой миссии мы делаем ланчми акселератор первый белоруссия акселератор медиа плюс эти сообщества а к чему я вам все это рассказываю к тому что наши сегодняшние гости они непосредственно причастны к акселератору это два наших ментора акселератора и сегодня у нас тут будет тоже не совсем обычное для нас действие и легкий эксперимент и вы все свидетели мы сделаем публичное интервью одного ментора акселератора с другим ментором акселератора ладно посмотрим может так и получится то есть публичное интервью и потом надеюсь у нас получится дискуссия потому что наши сегодня герои это герои и тут я вам хочу представить пожалуйста юнатан левин приехал к нам из израиля он читал ребятам на медиа акселераторе кто такой юнатан а вот тут я буду читать по бумажке потому что для меня непривычное словосочетание юнатан серийный предприниматель и android евангелист founder android академии google девелопер но естественно эксперт во всем что касается стартапов и ирина дубовик которая будет собственно говоря брать у него это публичное интервью ирина села за херой с это проект ну для меня я это восприняла как вообще пелорвая белорусская медиа о стартап к сфере да но я не знаю возможно ирина со мной не согласится но я это так восприняла она поправит меня если я ошибаюсь а еще ирина сооснователь акселератора стартапом то есть оба человека имеет непосредственное отношение к стартапам но тема наша сегодняшняя будет не стартапы а все-таки медиа как стартап не пугайтесь как стартапом становиться известными когда выходить на публику как доходить до аудитории поскольку мы все-таки медийная площадка то мы будем этот фокус делать я вас не напугала нет все отлично все отлично держи всем еще раз привет честно скажу я не считаю там себя журналистом да и сегодняшнюю встречу хочется на правах модератора построить все таки как-то в диалоге да то есть поэтому мы бы очень хотели чтобы аудитория участвовала как мы построим в общей сегодняшний разговор сначала сначала я немножечко позадаю вопросы ионата но это будет такой основной блок вопросов а потом у вас будет возможность задать вопросы вопросы свои потому что на самом деле сегодня вот опять таки работы со стартапами развивая там айти экосистему я скажу что встретить людей которые сегодня понимают что такое стартап у них есть своя экспертиза запущенные проекты еще люди делают какие-то ценностные проекты создают школы академии сегодня это большая редкость и в этом смысле ионатан именно тот самый человек которому сегодня есть что рассказать у него есть что спросить поэтому вот настоятельно рекомендую пользоваться случаем что я сегодня и буду делать вот и первый мой вопрос он достаточно такой интересный может быть там в обмене опытом немножко вот ион скажи пожалуйста такую вещь вот самый вот твой стартап первый самый вот самый первый вот он на чем так вот если маленький элевейтор пич такой о чем он был что он решал ну да нужно как бы сказать контекст этого самого первого стартапа у меня было день рождения и ко мне пришла моя подруга сказала ионатзану у меня есть для тебя подарок ну и как бы я потираю руки давай и она мне я тебе купила прыжок с парашюта супер где подарок так родилась идея стартапа который назывался exciting gifts где была очень простая что взять вот эти такие подарки которые experience на типа аля прыгать с парашюта покататься на супер каре обернуть это в красивую обертку ставка за gift card и это тебе вручить и как можно было вернуть любой сервис который не подарок в плане материальном подарок как какого-то экспириенса поначалу даже пошло очень даже круто это сделал в первом году своей учебы и наверное это была причина почему перестали это делать сколько лет было там не было но даже был после армии помнят двадцать четыре такое ну и собственно с этим будет связан мой вопрос потому что вот анализируем много стартапов которые ко мне приходят это как-то так складывается что вот проекты презентуют говорят очень много классных вещей говорят мы там решаем боль там вот такой-то аудитории я вернусь на всякий случай к понятию боль боль это не значит болит да это значит когда стартап четко знает ту проблему для целевой аудитории которую он решает так вот большинстве случаев проанализировав большинство стартапов я пришла к такому выводу что фаундер начинает запускать свой бизнес только тогда когда он хочет решить какую-то свою боль и собственно говоря твой пример как раз таки то самое отражение того что начинается все как правило с личности и вот очень интересно что ты думаешь на эту тему что когда приходит стартап и ты видишь фаундер сто процентов он решает свою боль это раз и второй вопрос сюда же а как у инвестора то же самое он выбирает стартапах своей какой-то личной боли по твоим мнением и да и нет и такой отличный ответ it depends зависит от контекста безусловно когда работаешь на какую-то проблему которая для тебя проблема но он намного больше тебя вовлечает вовлекает как бы боль стартапы безусловно если ты можешь ее почувствовать и это то что тебя мотивирует это клево потому что в конце концов когда she happens то то как бы это тебя может тоже непереводимая игра слов да she happens но за страны как бы это не не факт что это необходимо ну то есть как бы можно делать стартапы без того что это была твоя боль просто в особенности говоря про инвесторов чаще всего инвестор как бы он даже не оценивает критерий насколько это боль он с ним может отцениваться чаще всего это такой чек-лист в голове который у него делается слушает этот пич на там типа команда и размер рынка и бизнес модель и у инвестора такая больше логическая оценка да ну конечно конкретные критерии деньги да а вот сам стартап там скорее больше вот того чего-то какого-то личного да а вот может ты подскажешь как стартапу в какой-то момент понять вот иногда бывает ну так уже прирост к проекту и вот так решает боль что уже даже не видит что проект это уже не нужен да или в принципе не нужен вот где-то самая точка на которой вот и как можно понять что это уже более не не рынка просто вот делаешь потому что вот очень хотелось там или еще что-то ну общее очень легко достаточно то есть размер рынка ну то есть если решаешь проблему которая болит только у тебя и у твоих друзей а больше ни у кого в мире то наверное как бы это как бы классно но много на этом не заработаешь или что-то большое не выстроишь достаточно легко сделать market analysis понять кому это болит сколько это болит сколько таких людей сколько они готовы за это платить достаточно быстро прийти к этому выводу но есть всегда но бывают такие моменты когда ты делаешь 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 что ты понимаешь что у то что ты делал ты думал что у него огромный рынок но в какой-то момент сделав какой-то определенный market research или поняв какой-то определенный себя инсайты понимаешь что рынок очень маленький и и наступает момент такой а а что делать и многие там в основном многие стартапы закрывается на типа у нас там не то а есть вот эти вот упорты верующие непонятно во что и в какой-то процент есть людей которые делают так называемый пивот да меняет то есть делаю такой если стартап в одном определенном делал такой slightly adjustment и он немножко изменилось направление подхода и вот это вот чуть-чуть изменения в углу решения позволяет открыть целый огромный рынок и маркет уже намного больше и уже как бы это не та личная проблема но намного больше что то есть если так резюмировать то получается проверять насколько это совпадает с рынком с потребностями простыми методами исследованиями называется продакт-маркет-фит запоминаем этот термин вот и кстати у стартапа гибкость была названа да вот такое качество интересное и мой следующий вопрос как раз связан с тем что вот скажи пожалуйста гибкость она бывает такая разная да вот с одной стороны в подходе да с другой стороны функционале вот у тебя очень широкий опыт работы с разными проектами на разных позициях вот скажи вот твой опыт максимально сколько функций ты вот на себя закрывал стартапе да и вот как сделать так чтобы вот ничего не проседало но ключевые роли потому что зачастую когда презентуются команды команды начинают говорить там фамилия имя отчества да там где жил когда родился на важно например понимать что есть ключевые роли например там разработчик маркетолог тот кто там как это будет продавать упаковывать если это мобильное приложение значит разработчик мобильных приложений вот твой опыт вот сколько функций в себе закрывал максимально каких и что-то из этого извлек там что буду или что не буду делать никогда все но это такое поначалу ты делаешь все когда ты вместе с твоим партнером или с двумя другими партнерами все делают все все чтобы позволить стартапа вырасти до достичь каких-то первоначальных первых шагов и это неважно нравится тебе или не нравится я помню такой момент откровения я как бы программист все программисты они интроверты я всегда таким ну как безначально я таким был ставьте меня в покое дайте мне хорошую музыку кофе пиццу и программировать когда мне сказали нужно пойти встретиться с клиентом для меня это будет что нет ни за что никогда есть такое выражение что магия происходит за пределами зоны твоего комфорта и вот преодолев это первое личное желание что я не хочу никуда идти и тем более общаться с какими-то клиентами и пойдя сделай это я понял для себя просто огромный целый мир а что тебе как разработчику дал вот этот визит клиенту который дал видимо какой-то фидбэк вот ценностного такого ну как бы 3 те это позволяет это делать продукт намного лучше потому что понимаешь контекст для кого ты делаешь как ты делаешь почему ты делаешь вообще это не обязательно связано с стартапами вообще в любом контексте да то есть тебе дают что-то сделать ты может быть просто быть файл экзекьютабл ну знаете такой файл экзи который нажал он что-то там делает да то есть тебе дали там продукт спастификейшн и типа сиди пили это это как бы один мод работы ну как бы он ну в таких компаниях там как аутсоус так это работает да то есть люди пишут продукт спастификейшн они что-то там делают а в конце результат это чаще всего недовольный клиент если в контексте в контексте стартапа это чаще всего стартапа которого продукт не подходит под решение проблемы которые он пытался решить например чем раньше ты сталкиваюсь с клиентом не больше ты получаешь фидбэк того что ты делаешь тем тебе позволяет лучше и аджэстит твой продукт для кого ты делаешь почему ты делаешь accents мы говорили по продукт маркетит это именно то что есть встречаюсь с клиентом как можно раньше ты понимаешь для кого для чего ты делаешь, это позволяет тебе делать продукт, подходящий под твоего клиента, а не под то, что мне кажется. И все-таки как опытный менеджер скажи вот те самые ключевые роли, которые на старте, чтобы ходить клиентом, разрабатывать продукт, чтобы идти в нужном направлении. Вот те самые основные роли, которые самые важные в стартапе. И вот тот магический способ, как вы друг друга мотивировали, понимая, что например за спиной были хорошие позиции, хорошая зарплата, хорошая соцпакета. Тут ты в стартапе, ты делаешь все сам, с неизвестным ревеню, неизвестно взлетит, не взлетит. Вот в этой части можешь поделиться? Интересная тема. Из моего личной экспириенции, я когда уходил, была вперед, когда я работал в Гетто компанией. Гетто, который купил Джуна, да. Чуть-чуть, буквально пару фраз Гетто это что? Гетто, да, грубо говоря, Uber, знаете все? Кто знает Uber? Что такое Uber? Окей, Гетто это лучше, чем Uber. Почему? Потому что я его делал. Кстати, интересный факт, что Гетто и Uber они начали примерно в одно и то же самое время, один в Толе и второй в Сан-Франциско. Ну и получилось, что получилось. Гетто была как бы отличная компания, я начинал там одним из первых разработчиков в Андроиде, компания разрослась, больше двух тысяч человек. На момент, когда я уходил, как бы я уходил от очень классной заплаты, от какой-то даже части опций, которые не до конца весты, не знаю, сказать по-русски весты. Ну, инвестировал. Да. От хорошей жизни, а-ля типа там телефон, еда и все такое. И уходил в никуда, в идею, в стартап, который просто вот идея партнера в области генетики. Причину можешь назвать? Что тебя так пропушило, что ты прям все? Ну, как бы, это то, что мне нравится делать. Это очень тяжело объяснить, почему вообще стартап и зачем стартап. Ну, ты сказал, какую важную роль должен исполнять каждый. Я думаю, нет никакого логического объяснения или какого-то определения, вот эту роль ты идешь делать. Ты идешь в стартап, потому что это то, что тебе нравится делать. То есть это дело жизни, в которое ты вкладываешься с душой, по полной, и без разницы, что делать. Я бы как бы очень долго времени был, так называемая, есть такая программа называется Google Developer Expert. Грубо говоря, программа, где только 200-300 экспертов по всему миру в разных технологиях, которые Google очень продвигает. И, ну, естественно, как бы я очень тесно работал с ребятами с Google, особенно связанным с Android. Я понимал, что если я как бы на момент, когда я решал, куда что-то делать, если тогда пойду, меня уволят через месяц. Просто потому, что мой майнсет, он не подходит под майнсет глобальной кампании. Потому что я как бы не из тех, которые мирятся с существующим положением вещей. То есть, если что-то не работает, а почему оно не работает? Давайте справим, давайте сделаем по-другому. А чаще всего в таких всяких больших местах есть определенные стоявшиеся... Алгоритмы? Ну да, как делают вещи, типа way of doing things. Workflow, да. И любые вещи, которые не вписываются в этот workflow, они как бы отпадают. Они считаются как trouble makers. по-моему. Ну это те, кто решает... Хулиганы. Хулиганы. Окей. Хорошо, ну вот смотри, тут тоже такая интересная вещь, как бы, если вернуться к теме медиа, сегодня ни один стартап не может жить вообще без продвижения. И зачастую, ну лично ко мне прилетают такие запросы, сколько нам надо тратить на маркетинг вообще. Желательно взять очень много денег и сразу куда-то их закинуть там, например, в продвижение. Потом желательно в сайт, и чем дороже, тем лучше. Взять какого-нибудь разработчика дорогого, потом поменять бренд, потом еще что-то, и в итоге это не сработало. А почему не сработало? Деньги потратили, стартап не взлетел, вроде как на маркетинг. Допустим, вот есть начинающий какой-то проект, там есть стартап, и вот скажи, пожалуйста, твое мнение, когда нужно начинать вот это продвижение, пиар, либо давать какую-то рекламу, знакомить клиента с продуктом. На стадии идеи и какие риски, если там зачастую, вот как, например, есть известный кейс дропбокса, который там просто снял видео-визитку, выложил в YouTube, получили там колоссальное количество подписчиков, мы хотим ваш продукт, и все, и начали разработку, и после этого они вышли действительно на классные показатели. Есть другие примеры, что подожди, давай вот сначала мы сделаем прототип, и тогда вот параллельно делается только качественный пиар, а на параллели с пиаром идут переговоры с инвестором, инвестор такой думает, смотри, какой популярный проект, ага, давай цену поднимем, ну то есть это тоже специальная технология работы и продвижения стартапа. Есть там еще истории, когда, например, это просто мобильное приложение, начинает вкладываться в трафик, смотрят аналитические системы, что сейчас в тренде, начинают разрабатывать то, что там дает, например, сенсор-тауэр, там аналитическая система, что вот сейчас разукраски, значит будем делать разукраску, значит трафик будем закупать, значит там будем делать вот такие-то вещи. Вот скажи твое мнение и так немножечко поделись вот этим секретом, когда же начинает то самое продвижение, работу именно выхода на аудиторию широкую, через медиа, какие каналы вот и на какой стадии, что самое главное. До прототипа не выходить, потому что если фейл, то громко падать, да, вот, или все-таки как? Депенс. Как бы, ну, нет такого понятия, как вот когда правильно начинать. Нет никакого секрета. Все зависит, во-первых, от рынка, все зависит от стадии стартапа, все зависит от какой цели ты преследуешь. Если ты хочешь проверить какую-то гипотезу, да, например, все хотят заказывать генетические тесты, всем это нужно. Люди готовы за это заплатить. Кстати, очень классный кейс, генетические тесты, это же как это упаковать на рынок, еще продвинуть в медиа, еще и донести. Очень просто. Делаешь sign-on page на Wix за 10 минут. То есть делаешь обычную посадочную страничку? Да, обычный лендинг-пейдж такой. Минимум дизайн 10 минут, натаскивая всякие разные такие штуки. На Wix ты просто можешь что-то, просто, ну, как компоненты, как графический редактор. Создаешь страницу. Любой человек без скиллов программирования на Wix может за 10 минут сделать маленький сайт. Да. Кнопка, имейл, большая кнопка, sign-up. Подписаться. Да. И хопа запустил. Сделать какой-нибудь кампейн в Фейсбуке, потратив на него, ну, долларов 200. Ну, то есть делаем такую небольшую рекламную кампанию. Да. Бюджетно. Используя какие-нибудь киберс, которые подходят под то, что ты делаешь. То есть ключевые слова, которые конкретные. И ты проверяешь, сколько тебе стоит каждый юзер, который приходит к тебе на сайт и делает sign-up. И так ты узнаешь, насколько вещь, которую ты делаешь, может быть популярна. То есть это такая простая, простой практический способ тестирования гипотезы продукта. Понравится, не понравится. Сделал лендинг, запустили кампанию бюджетную абсолютно за 200 долларов, получили обратную связь от клиентов, и вся кампания стоила 10 минут плюс 200 долларов. Правильно я понимаю? Окей. Это начало. Это начало. Это может быть разной статей, может быть разной гипотезы. Можно, кстати, гипотезу проверять вне зависимости от основного продукта. То есть можешь как бы у тебя есть какая-то идея, и ты думаешь, что за нее люди будут платить. Ты не знаешь, вписывается ли она в то, что ты делаешь или нет. Например, мы так бы делали, когда мы думали о пивете. У нас был такой кейс, что мы запустили, мы делали сначала маркетплейс для генетических тестов. То есть с одной стороны у тебя есть пациент слэш доктор, который должен заказать генетический тест, с другой стороны у тебя есть лаборатория, которая дает эти генетические тесты. Давайте коннектим друг с другом. Я немножко по терминологии. То есть маркетплейс это некий сайт, который объединяет в себе всех участников какой-то сферы или отрасли. В данном случае мы говорим о генетическом тесте. Соответственно, это две стороны, как заказчики, так и исполнители. Можно ввести как Uber, как это маркетплейс для такси. С одной стороны есть те, которые нужно куда-то уехать, с другой стороны есть таксисты. У нас есть с другой стороны пациенты, с другой стороны есть лаборатория, которая делает. Нужно между ними соединять. А вы между ними. Это проект. Это отлично работало в Израиле. В какой-то момент, когда мы запустили в Штатах, мы поняли, что это не очень работает. Очень маленький поток. Как мы это поняли, анализируя те кейсы, которые заказывались через нас в Штатах, это были очень-очень-очень редкие тесты, на которые практически невозможно было найти. Даже мы не могли найти лаборатории, которые делали эти тесты. И мы обсуждали всякие разные развития событий. И одна из них была взять этот marketplace как часть большой платформы, которая позволяет тебе менеджить весь процесс генетического теста. То есть от стадии, какой генетический тест вообще заказывать, в какой лаборатории, сколько он будет стоить. Потом присоединиться, допустим, к DHL, чтобы он брал твою кровь и отправлял ее в лабораторию. То есть дать больнице и целиком полностью весь салюши. И можно было, есть разные всякие стадии, можно было все дело построить, потом попробовать и будет продать. И, наверное, достал бы очень много денег. То, что мы сделали, мы решили просто сделать лендинг пейдж, в которой мы, типа, повесили туда лого, что это хипо-комплайнс. Хипо-комплайнс это такая тема, что как будто у нас есть все IT, security, верификации и так далее. сделали какое-то фейковое имя, добавили туда sign-up, регистрацию с кредитной карточкой, тоже, кстати, через Wix все. И выпустили. Отослали, это у нас был такой мейлинг-лист, который мы купили за 50 долларов всяких разных врачей. Я стесняюсь спросить, это законно? Ну, мы же не брали никаких-то, по факту мы не брали ни пеймента, То есть денег мы не брали, просто тестировали. Мы просто смотрели, сколько людей конвертнется из нашего мейлинг-листа в sign-up, в вставление кредитной карточки, и сколько, когда мы им напишем ему follow-up email, сколько на них действительно не ответит. То есть я переведу на всякий случай, то есть это делается email-рассылка по адресам, где потом анализируется, сколько из них перевелось в реальных покупателей, просто подписчиков, те, кто реально заплатил деньги и сделал заказ. Итак, мы узнали, что, допустим, у нас был мейлинг-лист 2000 человек, 2000 докторов в области генетики, из них конвертнулось 15%. Это по вашим данным много-мало? Это было круто очень. Это очень круто. А в среднем, если мы делаем рассылку, например, какой процент обычно в среднем? Не больше 5%. Ну, то есть 5 и 15. Удачный кампейн в фейсбуке на sign-up landing page это не больше 3-4%. Ну, мы еще вернемся к теме медиа, но хочется вот еще такую вещь спросить, потому что в нашей культуре не принято считать, что фейл – это хорошо, и все стараются этот фейл как-то там скрыть, не показать и так далее. Тем не менее, в других странах, так как в США, наоборот, даже там fuck up night проводят очень популярным это делом. В Израиле тоже, да, участник. Вот как раз сейчас и спрошу-то. Вот, на самом деле, ошибка за ошибкой формирует экспертизу человека, да, и усиливают это, и это хорошо. Вот, и очень хочется вот узнать, скажи, пожалуйста, твой самый большой фейл такой, и как решение ты нашел солюшен, или просто ушел и потом снова нашел фейл. Вот, самый запоминающийся, который случился. И, в том числе, если можно привязать к медиа, потому что бывают случаются такие случаи, когда мы заявили, мы сейчас сделаем крутой проект, все взлетит, например, лендинг сделали, доктора ответили, запустились, оп, не сработало, деньги потратили, а уже сворачиваться надо. То есть, начинаешь смотреть, а там ничего нет. Были ли такие случаи? Вот твой самый большой фейл, и если был медийный, то как из медийного фейла выходили? Фейл я вижу. Да нет, есть очень много, на самом деле, фейлов. Я очень люблю фейлы. Мне очень нравится Черчилль, у него есть такой клоут, что успех, это умение двигаться от одного фейла к другому очень быстро. Я лично очень верю в фейлы, я очень верю в то, что им надо рассказывать, потому что это уроки. Уроки для тебя, уроки для других. Если кто-то может подчеркнуть для себя что-то из моего фейла, я буду только рад, потому что в целом мой инвайрмент будет намного лучше. Медийный фейл, который у меня был совершенно недавно. У нас Android Academy, она как бы, она очень быстро развивается. Больше, через половину тысячи людей, четыре страны, требует очень много внимания, очень много ресурсов. У нас отличные команды, в каждой стране просто есть вау, ребята. И не так давно в Израиле мы очень хотели привезти одного очень-очень-очень крутого дядю, который один из основателей Android. Прям вау. Чтобы вы поняли, этого человека я хантил где-то года три, наверное. Пытался его уговорить приехать. И он согласился. Неожиданно образом. То есть, человек летел на 24 часа в Израиль, то есть 16 часов туда, 16 часов обратно из Сан-Франциско. И для нас было, типа, что вот мы вот только запостим этот ивент, и он там просто в считанные часы будет sold out. У нас обычно так происходит. Как бы ивенты, которые обычные, они там собираются в течение пару дней, и ивенты, где мы привозим каких-то особенных гостей, либо я делал какую-то лекцию, они sold out в течение пару часов. Я постю этот ивент. Я думаю, ну, не нужно будет делать никаких там промоушен, ну, там, типа, отошлем, все дела. И я даже не смотрел. Запостил я это вечером, часов в семь вечера. И утром я просыпаюсь с полной уверенностью, что уже давно-давно sold out, сейчас я открою, там посмотрю, все дела. Открывай, а там даже половины нет. При том, при том, что, как бы, мы сняли очень большое помещение, потому что мы думали, что sold out, там было помещение, но наше счастье оно можно было конфигурировать. То есть, можно было сократить на половину, то есть, либо 400 человек, либо 800, а там половина от 400. И это такое, типа, подожди, что-то тут не так, как вообще с этим происходить? Ну, то есть, как первый порыв был, нужно там быстро это все дело запиарить, постить, мейлинг-листы, все, что хочешь, форумы и все такое. И я не могу понять, почему мы не добираем. Просто, как бы, оно постится, причем это обычные ивенты, они закрываются очень-очень быстро. Так, факап был в том, что мы сняли помещение, да, очень большое, но в месте, куда никто не хотел ехать. Это такой не очень благополучный район, и куда просто, ну, обычно, как мы видим, в Тель-Авив, все люди ездят там на электронных скутерах, и все тель-авивцы, а в основном все разработчики живут в Тель-Авиве, они просто были не готовы туда ехать. И нам взяло это где-то недели-полторы понять, естественно, потому что было поздно. Люди просто открыто говорили, типа, ну, очень классно, но мы просто туда не поедем. Ну, я не буду там оставлять свой скутер, его обязательно украдут, или так далее, и тому подобное. В конце мы сделали ивент, где у нас получилось около 300-350 человек, но далеко не 800. Далеко не то что. Ну, и урок какой? Если брать как урок, что делать? Не быть надеянным. И спросить у аудитории. Ну да, типа, наверное, не проводить эксперименты на основных местах со спикером. Лучше проверять. Вот, и кстати, вот когда ты сказал про этот интересный фейл, ну, сейчас Пасха, скоро много праздников разных религиозных, и вот... Сейчас Песах. Да, да, я тоже вот, ну, приходится отмечать, поскольку, когда друзья международные, праздников как бы много, на самом деле. Вот, тем не менее, есть в твоем реноме такое слово, называется евангелист. Вот, евангелист, андроид-евангелист. Вот, объясни, пожалуйста, простым языком, что это такое вообще? Я очень легко могу убедить человека, почему андроид лучше, чем айфон. Но это, на самом деле, это как бы смешно. Кто тебя посвятил в эту веру? Я просто, я очень на время любил технологию, войми технологии. Наверное, это самая большая ошибка стартописта, которая только может быть. Когда ты влюбляешься в технологию, это типа, когда влюбляешься в салюшен, нежели в проблемы, которые он решает. То же самое с андроидом. Я очень был влюблен в платформу. Мой первый опыт был построения по exciting gifts, мой первый стартап, это был мой первый опыт делания приложений на андроид. То есть, вот эти подарки, которые вот спрашивают. Да, это было типа через приложение, далекий 2009 год, когда еще андроид было просто ого-го-го-го-го. И для меня это была технология, которая вау. Это даже было больше, не то, что технология, это было, что Apple это evil empire. Ну, есть такая программистов, типа, что это дьявольская какая-то, да? Империя зла. Да, Apple это империя зла, а Google это такие хорошие ребята, которые пытаются нести свет. Поэтому для меня был как бы андроид такой типа... Нести свет. Это была система, нужно понимать. Если у кого-нибудь был андроид в 2009 году, это был кошмар. Это был тихий кошмар. То есть, это был телефон чисто для программистов, который вот хотел поиграться с чем-то. И это выглядело соответствующе. То есть, как бы это было очень кривая, уродливая система. Не тот андроид красивый, который существует сегодня. Тогда это было очень-очень плохо. Но мне нравилась сама идея. Как бы это было, как вот по траблмекерс, хулиганы. Это быть хулиганом среди всех этих фонистов, которые ходят и показывают свой фон. Оттуда родился евангелизм, оттуда родилась любовь к технологии. И я просто начал это развивать. Евангелизм это скорее, что я помогаю людям... Это не то, что евангелизм в андроиде. Это скорее евангелизм попадания в IT, открывания дверей для людей, у которых, может быть, без меня или точнее без андроид академии не будет такой возможности. Это здорово. Я помню такой момент, когда еще только андроид академия начиналась в фляре. К нам пришли ребята, которые заплатили очень много денег другой компании, которая занималась... А у нас курсы все бесплатные. Которая компания занималась всякими с ними курсами, они взяли кучу огромных денег, и они к нам пришли, задумывали, что мы ничего не поняли оттуда, а вот тут, наконец, мы что-то понимаем. Может, потому что это с душой, ценности такие, да, То есть, евангелизм – это люди, которые в технологии живут. За идею. За идею, и, наверное, за деньги ты не купишь, да. Ну, и вот сразу проблемный тебе вопрос, да, опять возвращаясь к контенту, к медиа, сегодня настолько быстро меняются носители, вот мы даже затронули телефон, да, там был кнопочный, стал там такой экран, там сегодня появились соцсети, там еще что-нибудь. Вот по-твоему, говорят, там клиповое мышление, да, человек быстро кликает, надо там то-то-то-то. Вот твое тоже интересное мнение, экспертиза, какой тип контента вот сейчас работает, да, сейчас вот все идут видео, снимают всем, чем можно, внутри телефона уже тоже много чего встроено. Если мы говорим там про мобильные приложения, они тоже по-своему там трансформируются, есть мобильные версии сайта, есть уже адаптивная верстка, ее еще когда-то там не было, а контент остается контентом. И как же вот этому стартапу, да, лендинг-пейдж, понятно, там уже шаблончик, уже более-менее ты в этот шаблончик там понимаешь, какой текст, какой длины, что куда вставить. Но тем не менее, вот самая такая вот твоя, может быть, лучшая какая-то компания либо пример поста или еще чего-то, которое стало там мегавиральным, мегакрутым, и то, что сейчас работает. Какие тренды, тенденции в этом смысле? Я бы назвал бы это тенденцией, я бы назвал, что есть челлендж такой. Челлендж – делать что-то, что не отрывает тебя от твоего day-by-day, то есть оно вписывается в то, что ты делаешь постоянно. Количество юзеров энгейджмента в фейсбуке уменьшается, они постоянно борются с тем, что есть уплыв, как бы, ну, то есть энгейджмент. Ну, то есть они уходят из фейсбука куда-то, куда? Потому что это интервью, то, что ты занимаешься day-by-day, а все остальные приложения, которые комплименты к тому, что ты занимаешься, они вписываются в твое. То есть то, что не вписывается в твой ежедневный какой-то график, да, оно отпадает. И в фейсбук не попадает ежедневный график? Ну, когда, может быть, я нахожусь в туалете. Что-то такое. Так, окей. Смешно. Нет, на самом деле очень классический пример это YouTube. YouTube, его главный конвержен это когда послать тебе нотификацию с видео, которое понравится тебе. Это personal tailored content во время, когда оно удобно тебе. То есть это понять временные рамки, когда тебе что-то послать, то есть какой likelihood того, что ты этого откроешь. Утром, днем, вечером и так далее. Понять твой паттерн поведение. Это мы опять возвращаемся к теме того, что сейчас система и интернет построены таким образом, что зачастую люди думают, что вот что-то попадается случайно, да, либо это тенденция. На самом деле они сами формируют свое окружение, тот контент, который к ним приходит, и система, проанализировав какие-то запросы, подтягивает всю ту информацию, все то окружение, которое он смотрел там на протяжении какого-то времени. А здесь вот такой тоже интересный вопрос. Получается, YouTube анализирует эти потребности и подтягивает тот контент, который человек недавно смотрел. Недавно один из спикеров на конференции сказал о том, что многие компании этим спекулируют. То есть сегодня можно формировать вкусы людей, понимая, что вот ему нравится вот это, вот это, и подкидывать, например, какую-то информацию, ту, которая выгодна там YouTube, например, чтобы вот он посмотрел по своим интересам больше вот это, чем вот это. А вот это как? Ну, зарабатывать всем же надо. Ну, как бы, а что в этом плохого? То есть, как бы, я формирую контент, и если он онлайн с твоими интересами, то почему бы нет? Это такой win-win ситуация. А здесь нет такого момента, что человек в какой-то момент не имеет права выбора или мысли, да? Вот ему кажется, что то, что он видит, это знак, судьба там, или пацанула случайно, они, и начинают в это верить, например, что вот если там жизнь боль, то у всего окружения жизнь боль. Или, например, наоборот, позитив, все хорошо и не видит другой части. Нет тут такого перекоса вот в подаче вот этого информационного потока и момента, что за человека решают. Одна из причин, почему так гновят в Facebook, это потому, что он создает эти вот локальные инвайрменты вокруг тебя и не позволяет контенту, который отличается от того, что ты любишь, проникнуть внутри твоего фида. То есть, ну, банально, ты думаешь, что вот весь твой фид, он вот такой вот, из людей там, не знаю, атишники, все такие здоровые и так далее. И ты не видишь всех остальных, которые существуют рядом, но просто из-за того, что твой personal tailored content уже за… То есть, алгоритм построен таким образом, что все твое окружение, оно сформировано вокруг только тех интересов, которые вокруг тебя, ты других не видишь и думаешь, что других нет. Это одна из проблем, которые поэтому люди все больше и больше составляют в Facebook, потому что он получается очень biased. Куда идут? Окей, Facebook нет? Зло? В Америке очень большой тренд, что люди переходят на Twitter, становятся все более и более популярны. Как раз очень интересная тема, что Facebook engagement падает, у Twitter он поднимается. То есть, вовлечение идет в Twitter. Почему? Потому что видит больше контента, видит независимые разные вещи. Не то, что больше контента. Контента много и там, и там. А что в Twitter, он менее тейлор того, что ты делаешь или твоему окружению, то есть, не позволяет видеть более различные точки мнения. Ясно. То есть, не под тебя, под твои запросы, а вообще разные моменты. Окей, все-таки вернусь к формату контента. Вот какой должен прийти месседж или статья, либо там пост, чтобы Йонатан сказал, вау, это классная работа медийщика, это крутой пиарщик. Вот скажи, может, либо пример, либо кейс, что бы ты посоветовал, как создавать сегодня там либо пост, либо вот инфоповод такой, который вот цепляет и вот на мир, желательно. Есть такое выражение, сделать видео, которое понравится всем, это видео, которое не нравится никому. Ну, типа это такой average person, но его не существует. То есть, среднего человека нет. Один из ярких очень примеров, который мне прям очень-очень понравился, есть фильм, называется «Экстаз». «Экстаз» так и называется. Да, так называется. Он французский фильм, даже не французский, а бельгийский. Советую всем посмотреть, посмотрите, скрывает мозг, просто скрывает мозг. Как я этот фильм посмотрел? Я вообще фильмы практически не смотрю. Ну, просто у меня нет времени, я прям вот, единственный момент, когда я смотрю фильмы, это когда вот у меня уже все, меня клинит. Где-нибудь так раз в месяц, я позволяю себе какой-нибудь там час. И этот фильм я посмотрел. Как это произошло? В фильме есть клип, начало. «Безумный танец», очень клевый, очень красиво снят. И что ребята сделали, вместо того, чтобы выпускать обычный трейлер к фильму, там, со всеми делами, попробовать тебя твикнуть, чтобы ты его посмотрел, они сделали этот танец. И он так завораживает, что ты хочешь посмотреть этот фильм. Фильм реально, кстати, очень клевый. Зарывает мозг, но не для всех. Точнее, для детей в 18. Ну, ты зацепил танец, какой-то нестандартный подход, и вот это не до конца, недосказанность какая-то. Во-первых, я досмотрел «Танец» до конца, это 5 минут, очень длинный, я реально досмотрел до конца. То есть, это был контент, который прям, мне был вау, и он мне был настолько вау, что я посмотрел весь остальной фильм. А что ты, окей, ну, «Танец», фильм, понятно, там люди цепляют впечатлениями, эмоциями, а если это касается продукта, и ты понимаешь, что ты, если раньше, допустим, информационное пространство, ну, у кого, скажем, канал коммуникации есть, тот, собственно говоря, и побеждал, то сегодня идет такое перенасыщение всем, а ты тут выходишь с новым продуктом, и тебе надо, чтобы вот он как-то выделялся. Вот что сейчас работает вот на 100%, вот как готовить тот же лендинг, писать текст, или что там такого сделать, чтобы вот тебя заметили, и самое, что интересно, как вот инвестору на радар попасть? Сделать хороший продукт. Я не шучу, на самом деле, как бы это смешно, это как бы шутка, но это правда. Сделать что-то из рановых выходящего, либо ты как бы взять какого-нибудь креативщика, который сделает тебе супер-пупер-вау. Вопрос попадет, или это тут, или двое, или трое, которая тебе нужна. Либо это просто сделать вау, будет куча шеринга, но при этом ноль ROI. ROI – это возврат инвестиций в рекламу. То есть, например, какие-нибудь sign-up или люди, которые регистрируются. В компании, в которой я сейчас работаю, называется Monday. Это очень интересный тул, супер-пупер-простой, это project management тул для простых людей. Это такой сервис для управления проектами? Да, сервис для управления проектами. Google.io Excel очень умный. Его маркетинг работает топ channel acquisition, это Instagram. Самый крутой канал это Instagram сейчас. Да, самый крутой канал по получению юзеров это Instagram. Хорошо, Excel, Instagram. Да, Instagram, как это работает вместе. Оказывается, очень просто. Клиенты это простые люди, которые ищут простые какие-то тулы. То есть, они даже не ищут, они не знают, что они ищут, они не знают, что есть Monday, как выделяться на фоне других. Но у них есть определенная боль, боль управления проектами. Наверное, они пользуются каким-нибудь Excel, либо, может быть, они пользуются Jira и страдают, или какой-нибудь осаной. Например, ты работник компании Boeing. Real life story. Ты работник компании Boeing. Это реальная история. Да, ты сидишь где-то и листаешь свой Instagram. В какой-то момент и у тебя болит, у тебя болит сзади, что вот, блин, Excel, там еще много всего и куча деталей от этого самолета и огромная ответственность тебе, ну, потому что Boeing. Листаешь, не ставишь Instagram и тут ты видишь рекламу. Она у тебя очень простая. Monday.com, они просто, они, есть очень много разных вариаций этой рекламы. Одна из очень классно работающих рекламных, это где у тебя две колонки data, due date и статус, там, done, waiting, и так далее, они, типа, соединяются в одну и получается такой deadline, он тебе дает автоматические напоминания и так далее. Это одно из самых, это такое коротенькое очень видео на 4 секунды. Еще раз помедленнее, еще раз, два квадратика, то есть это картинка. Две колонки. То есть две колонки. Одна due date, это когда я должен закончить свой таск, вторая это статус этого таска. Так. И видео, что где вот это, типа, ты пишешь таск, у тебя вот это due date и статус, и они объединяются в одну колонку, которая называется deadline, типа, когда я должен закончить и все. Это все видео. И monday.com. Это видео дало тебе один из самых больших конверсионов на paying users. Человек заходит. Можешь объяснить, то есть это простота и, наверное, та самая боль, а почему не поставили там, например, ну, типа, completed, да, там выполнена функция, а именно deadline. А, он превращается там в зелененькую штучку потом, типа в данн такой. То есть попал в deadline. Да, типа deadline закончится, данн у тебя такое зелененькое, все хорошо, крутой тул, давай я попробую. То есть вы вынесли самую болящую боль прямо вот в сам месседж с тремя словами. Одну из болей, которые мы думаем, что они как бы действительно кому-то больны. И это превратился в signup. То есть человек подошел на наш сайт, посмотрел, зарегистрировался. И дальше это уже его как бы сап-контекст. Как получила компания Boeing из пару тысяч работников превратилась в клиента Monday, что началось с одного человека, которому этот тул понравился, он использовал в своем личном пользовании. Ему это так понравилось, что он начал привел всю свою команду. Этой команде себе понравилось, что они сделали весь департмент. Этой департмент мне так понравилось, что они пришли к своему... Очень напоминает баунти-сервис. Знаешь, в блокчейне есть такое, да? То есть это платно было, это рекомендация приведи друга или это сарафанное радио? Нет, это сарафанное радио. Когда у тебя есть хороший продукт, когда он решает действительно этот product market feed и понятие твоего клиента, когда он решает чью-то боль и реально это решает, это уже unstoppable. Интересно. Слушай, ну вот смотри, еще такие интересные вещи есть. Вроде бы там вот говоришь простые такие, там Excel решили боль, проект, все такое. Ну, работаю в маркетинге, естественно, для того, чтобы быть в тонусе, сегодня уже недостаточно там просто образования. Сегодня вообще понятие образования размывается, оно бесконечное. Ты должен постоянно прокачиваться, смотреть, учиться и так далее. Вот скажи, пожалуйста, у тебя у самого академия есть вообще, академия андроид, с ума сойти, в Тель-Авиве, в Минске постоянно прирастают люди. Ты очень много отдаешь, учишь. А где ты учишься сам? Вот как ты отслеживаешь те самые тренды в коммуникациях, что сегодня сработают вот эти две кнопки, или там классный продукт, или вот в твоей теме. Где ты берешь эти тренды? Кого ты читаешь? Кого ты смотришь? Смотришь ли ты медиа какие-то, которые ты можешь порекомендовать? Вот как ты развиваешься сам? Ну вот я, пять секунд, пример, да? Например, я, наверное, мало читаю медиа. Я скорее подписана на лидеров мнений, там, опять-таки, в разных соцсетях. Там, LinkedIn, это исключительно профессиональная история. Если мне там хочется немножечко желтого, там, желтой прессы, я иду в Facebook. Но, тем не менее, там тоже очень много есть комьюнити разных. Комьюнити больше в Facebook профессиональной, которые печатаются. Ну и, конечно, мировые издания уже таких технические, где интересно что-то посчитать. Ну и мировые медиа. Вот что ты делаешь с этим всем? Важно сказать, что я не закончил школу. Класс. То есть вот посмотрите на этого человека. Это вот как раз тема статьи нашего ресурса The Heroes, когда человек делает что-то и герои среди нас. Получает миллионы инвестиций, инвестор делает свой бизнес. Меня выгнали из школы, потому что я играл в компьютерные игрушки. Но я закончил университет. Мы, в самом деле, живем в времена, когда знания, они просто на уровне протянуты руки. Сегодня огромное количество курсов. Любую вещь, мы с тобой общались заранее, любую вещь, любую вещь сегодня можно найти в интернете. Даже те же самые курсы Стэнфорда. Ты хочешь получить MBA в Стэнфорде, ты можешь просто взять это онлайн. Все те же самые курсы, все те же самые преподаватели, даже с домашним доданием могут быть тебе. И ты можешь в этом поучаствовать. Что конкретно делаю я? Я думаю, что мне очень повезло, что я живу в Израиле, и у меня была такая возможность поучаствовать в акселераторе, даже не акселераторе, это программа в университете, называется ZEL, ZEL Entrepreneurship Program, где целый год ты строишь стартап еще с двадцатью другими студентами. И тебе дают топовых менторов, которые слэш инвесторы, которые тебе просто каждый день говорят, что не так. И это было очень-очень круто. И, наверное... Именно посыл, что не так. Каждый день, что не так. У нас был раз в неделю был питчинг. Не просто питчинг, а где ты выстраиваешь прям вот, хочешь, расскажешь стартап на какой-то определенной этапе, и тебе говорят, чувак, все плохо. И ты идешь делать даже домашнее задание. С одной стороны, это было очень инфрастрейтинг, потому что тебе каждый день говорят, что в чем-то очень плохо. С другой стороны, ты понимаешь, что не так, ты выстраиваешь взаимоотношения с этими ребятами, потому что начинаешь спрашивать, а что не так, а как сделать по-другому. И вокруг тебя формируется такой живой environment из людей, которые действительно понимают это. Действительно, сделали это, действительно, по создаванию экосистемы. Вся экосистема в Израиле, она позволяет, то есть Facebook, весь мой фид, это не кошечки-собачки, это стартапы, это идеи, это какие-то дискуссии, кто с кем, кто почему, немножко политики в Израиле, как всегда, как без этого. И очень много всяких разных про стартапы, которых кто что открыл, кто что сделал, кто кого купил, почему, что и где и как. И плавая во всем этом, ты волей-неволей, как бы даже пассивно, ты как бы всаживаешь этот контент. Медиа, читаешь какие-нибудь? Отчет, ну, например, приведу, ну, грамотный инвестор, может быть, я ошибаюсь, ты меня поправь, как правило, смотрит разные отчеты, ресурсы, поглощение и слияние, смотреть, в какую тему кто инвестирует, там, график Гартнера, мы смотрим технологии, где находятся сейчас, и если приходит стартап, ты плюс-минус понимаешь, насколько это востребовано в мире. Что читаешь, что смотришь, такой must-have, прям вот. Twitter. Twitter. То есть, Twitter фактически выводит на все, что нужно. Если честно, я подписан на Business Insider, на CBS Insights, но единственное, что с этим происходит, это просто количество неоткрытых мейлинг-листов в моем Gmail. То есть, фактически не читаешь, а читаешь Twitter, правильно? Да, я читаю Twitter людей, которые как бы, которые в этом, да, то есть, банальный Twitter Андрис и Норовиц, и ты уже знаешь, какие стартапы в их портфолио. Новый вопрос у меня возник прямо вот в этой теме, да, когда запускаешь, опять-таки, там, любую платформу, неважно, там, медийную, или просто по продукту, сайт и так далее, есть такое понятие, да, если тебя нет в интернете, тебя нет в бизнесе, вот скажи мне тот канал, по твоему мнению, в котором, если тебя нет, то у тебя нет вообще в инфраструктуре, в IT, в пространстве, в аудитории. Как стартап или как человек? И так, и так, как стартап. Вот прям, если тебя нет в этих каналах, значит, тебя нет, тебя не знают. Смотря, где твой рынок? Штаты. Twitter. То есть, в принципе, лендинг и Twitter, правильно, по большому счету? Да, ну, очень много сегодня происходит. Facebook позиционируется как более личное пространство для меня, то есть, это бренд, больше про персону, про личный бренд такой, да? Twitter, это более такой professional-oriented field, на который ты можешь подписаться, но не обязательно быть друзьями с какими-то людьми, которые там opinion leaders в определенной области. LinkedIn в этом смысле нет? Old school? Да, Немножко старватенький, понятно. LinkedIn, это как бы отлично, для тех, кто ищет работу, но совершенно в плане конверсионного контента прям ни о чем. То есть, это Twitter, хорошо. Классную тему тоже затронул, потому что в медиа есть такая вещь, что стартап, когда начинает вырастать, начинается другая проблема, да, вот кого дальше двигать, там, себя как фаундера, да, личный бренд выстраивать, или все-таки отходить в сторону и двигать бренд своего стартапа. Это вообще целая отдельная история, я на самом деле не очень люблю компании, где компания это ее CEO. Вот, кстати, часто, вот LinkedIn, например, 50 тысяч подписчиков, там, CEO конкретно, вроде как он пишет, а это не он, это проблема для компании. Почему это проблема для компании? Потому что это значит, что у компании кэп в зависимости от времени ее CEO. То есть, это не компания людей, в которой ее работают, которые придумывают, генерируют идеи, умеют ее развивать. Это компания CEO, которая говорит всем, что делать. А это проблема. Это определенный барьер в развитии компании. То есть, если CEO занимается сам пиаром и пиарит в большей степени себя, то это дает понять, что компания будет двигаться только авторитарно под его политикой, правильно? Это значит, что в компании будет много проблем связанных с ее ростом, связанных с эго, связанных с выстраиванием команд, каких-то личных развитий и так далее. То есть, это интересно. Окей, хорошо, но, тем не менее, зачастую есть другая ситуация, когда, наоборот, личный бренд, вот там, Йонатан скажет, ребят, это классный стартап, то есть, есть какая-то рекомендация, или там, тебе верят в то, что ты классный эксперт. Вот где вот этот баланс между тем, чтобы тебя не воспринимали как авторитарного человека, который давит на проект, и как вот амбассадора бренда, такого посла бренда, который вот действительно несет какую-то там ценность. Личный бренд, он важен, нужен, или все-таки лучше уйти как-то чуть в сторону? Я думаю, есть экспертиза, и есть, сделал это, потому что я сказал. Немножко разные вещи. Ну, как бы, экспертиза, это ты даешь свое мнение, но оно как бы пассивное, то есть, ты можешь его взять, что-то с ним сделать, а можешь его не взять, твое решение. Я могу прийти и сказать, о, классный стартап, при этом я могу целиком быть полностью неправ, ну, как бы, с отзыва своего, какой-то там, своей экспертизы, или своего какого-то экспириенса, или моего бэкграунда, я могу либо ошибаться, либо быть неправ, и как бы, но прислушиваться к этому или нет, это классно, это как бы, это твое мнение. А в компании, когда приходит силы и говорит, вот это правильно, а вот это нет, это проблема, потому что это не остается всем остальным место для размышления, для думания, для спрашивания, а почему. И очень часто важно, именно вот это почему, оно порождает по себе очень много позитивных вещей. Почему мы делаем то, что мы делаем, а правильно ли мы это делаем. Может быть, мы можем сделать немножко по-другому, и это будет лучше намного. Иногда бывает, возникает такой момент, когда все равно кто-то должен принять решение, чтобы вот этих почему не стало слишком много в какой-то момент, и вот все равно какое-то мнение финальное, давайте двигаться так, и брать ответственность в конце концов, и решать, что мы вот идем вот так. Опять же, тут же можно сделать, что SEO может принять решение за других, сказать, выслушать там все мнения, Петя, Вася, Саша, Даша, сказать, я вас всех послушал, вот вам мое решение. А с другой стороны, SEO может быть целый человек, который будет Петю, Вася, Дашу, Сашу. Давайте им ответственность с возможностью. Ребята, давайте вы должны принять решение. У вас все время до конца. До конца этого дня. И это как бы... Придите с решением. Это решение, оно ваше. Очень часто есть такое выражение на английском own the why. Да, то есть как бы ты... Переведи свой... Ну, типа, быть... О, как это перевести на русский? Вайнд, как ветер? Владеть, нет, why, why. Владеть почему. владеть почему. Ты не просто спрашиваешь, почему это. Ты начинаешь, как ты делаешь ресерч. Ты должен понять, как это на самом деле. Не ради почему, ради почему, а реально разобраться... Не быть антагонистом, который просто закапывает какие-то определенные вещи. Ты спросил, почему, задал правильно... Ну, опять же, гипотезу, да, типа, почему мы это делаем, то, что мы делаем. Какие могут быть... Числа могут подкрепить это. Правильное задавание вопроса, почему, для того, чтобы докопаться до сути. то, чтобы понять, что мы хотим доказать, кому мы хотим доказать и как мы можем это доказать. Принять решение к концу дня и идти дальше. И должность SEO это не говорить, что кому делать, а должность SEO это дать фрейморк людям принимать решения самостоятельно. И тогда они будут расти, каждый из них будет расти, каждый из них будет вкладывать в компанию свое влечение, а не ждать, посмотреть ввод SEO, пока он принадлежит решение. Ну вот еще два, в принципе, таких коротеньких вопроса, потом расскажу про маленький сюрприз, и мы перейдем к открытой сессии вопросов. Вот о многом сегодня поговорили. Хочется узнать такую вещь. Вот есть понятие предприниматель. Вот скажи, пожалуйста, самые главные скиллы предпринимателя, такие основные, три, которые должны быть. Либо, чтобы человек там, услышав их, понял, вот они у него есть, или их надо развивать. Вот с твоей точки зрения, самые главные качества, которые должны быть у предпринимателя. Я думаю, первым, это никогда не задаваться, потому что есть, ну во всем, что такое вообще предприниматель? Это делать что-то, что никто до этого не делал. Я не очень люблю экспертов, поэтому я не люблю, когда меня называют экспертом. Я просил стереть это с сайта, потому что эксперт, это значит, что я могу найти 20 тысяч причин, почему нет. Почему? Потому что я жужу эксперт. Поэтому я не очень верю в то, что ходить, советоваться с экспертами, потому что они знают, как отлично делать то, что уже работает сегодня, но не то, что будет работать завтра. А то, что предприниматель делает, он делает, он протаптывает новую тропинку в том, что-то, что не работает сегодня, и все в плане статистики, все против него. И это требует очень большой веры в себя, веры в то, что ты делаешь, и вот это вот не отступать. Потому что все скажут вокруг тебя, почему это не будет работать. Я могу быть просто киллером стартапов, я могу найти 20 тысяч причин, почему она не будет работать. Но если есть одна, почему да, это то, что должно всегда свететь, как типа северная звезда для любого предпринимателя. Вторая вещь, наверное, это самая большая, это игрок команды, потому что один в поле не воин, вообще никак. наступают времена, когда очень-очень-очень тяжело. Прямо вот может быть очень тяжело. И ничего нет лучше, чем рука помощи того, которая с тобой в одной и той же лодке, с которым ты можешь поговорить. Времена, когда в моем стартапе было очень тяжело, я просто искал это. Именно просто вот с кем-то поговорить, кому-то какой-то свежий взгляд или просто посоветоваться. Я советовал со своими работниками. Мы сидели, и здесь одна проблема, особенно у менталитета восточного, в Европе. Мы боимся признать, что мы слабые. Пойти посоветоваться. И еще с моим работником, он же мне как бы наоборот. Мне это очень помогало, например. Вот эта командная игра, во-первых, ты вовлекаешь своих работников в то, что происходит в компании, ты задаешь транспарнт, открытость, ты вовлекаешь в саму компанию, в саму идею. И в проблемы. Ты приходишь с ними проблемой. И поэтому ты командный игрок, это, наверное, самая важная вещь и скилл, который должен быть у предпринимателя, потому что один ничего не сделает. Никто не будет инвестировать в одного фоундера. И третий, это, наверное, суммарность первого и второго, это быть открытым для изменений. Потому что мир стартапов меняется постоянно, каждый день. И solution, который ты влюбился вчера, он может быть нерелевантный сегодня, и его нужно менять, иначе стартап умрет. Идея умрет. Ее нужно бы изменять. И постоянно, как бы стартап, это такой constant evolution. Сделал что-то, получился, изменил. Попробовал, еще эксперимент, научился чего-то, изменил. И дальше. И так вот двигаешься постоянно. Ты доходишь на какой-то product market feed, а потом начинается тема growth, типа все, что касается маркетинга. Как вообще? Как приучить этих юзеров? Начинаешь делать какие-то эксперименты, и так, и так, и так. И экспериментируя, пробуя какие-то штуки, ты как бы уницинируешь. И нельзя влюбляться в то, что ты как бы уже почему-то природил. Это как бы, ты остановился, ты умер. Потому что в этот момент, когда начинаешь быть успешным, появляются competitors. Появляются competitors, они как бы, им легче, потому что они уже знают, что работают, потому что ты это сделал. Отлично. Круто. Смотри, есть еще один такой маленький последний вопрос, и я через него перейду к сюрпризу. Очень часто вот людям, с которыми мне счастливится общаться, я задаю один вопрос. Назови, пожалуйста, книгу, или технику, или какой-то лайфхак, который изменил твою жизнь. И вот таким образом я собрала замечательную библиотеку людей, которые советуют не просто книгу почитать, а, наверное, прожитую какую-то через собственный опыт, которая реально изменила, не знаю, видение, взгляд, в какой-то момент послужила, может быть, чем-то важным таким. Вот что это для тебя? Книга, человек, лайфхак, вот что? Урок какой-то? Поделись. Есть такая книга Баха, Баха, но не композитора, а писателя. Называется «Чайка по имени Джонатан Левингстон». Что? У каждого… У меня никакой проблемой быть девочкой, на самом деле. Да, отлично. Это круто. И какой вот урок все-таки? Да, почему? Я всегда был таким отщепенцем. Я был евреем в русской школе. У всех было в журнале написано «русский, русский, русский, русский». У меня было написано «еврей». Меня называли «господин Левин». Как бы я ходил в еврейскую школу, меня били, потому что… Это буллинг, да. Это буллинг. То есть, как бы я всегда был вот тем особенным «чайкой», которое делало, как не все. Я всегда думал, что что-то там не так. Почему я не могу быть, как все? Вот реально, у меня был когда-то, когда я был маленький, у меня был такой вот даунсайд, что типа, блин, почему я не могу быть, как все? Почему я постоянно создаю проблемы всем? И, почитав эту книгу, я понял, что… К сожалению, я прочитал ее уже в будущее. Мне было лет, наверное, 20 плюс. Что-то такое. Жалко, что я не прочитал ее раньше. Но вот это понимание, что как бы быть таким, как все, наоборот, это круто. Это не то, что ты выбиваешься в общей массе. Ну, потому что мы родились в Советском Союзе. В Советском Союзе что ты делаешь? У тебя… Одевай форму. Я еще был октябренком. Меня исключили из октября, потому что я не ходил со значком Ленина. Всякие такие темы, которые постоянно тебе, типа, ты не такой, как все, ты не такой, как все. А это наоборот. Думай по-другому. Challenge everything. Как бы нет ничего, что вот так вот оно, и потому что оно должно быть таким. Супер. То есть вот если у кого-то, кому-то иногда нужна мотивация, понять, что думать по-другому, это не значит плохо, это значит по-другому, да, то эта книжка в этом поможет. Супер. Спасибо тебе большое. И вот вернусь к сюрпризу. Сюрприз уже в сетях был запущен, и у кого-то кто-то уже стал замечательным обладателем вот такого профайла. Это профайл проекта либо стартапа, где человек может или проект прокачаться и прописать какие-то для себя важные вещи, свои цели, найти инструменты классные, там, как LinkedIn, у вас такие базовые вещи. И сейчас мы открываем сессию открытых вопросов и ответов. И Йонатан вручит два таких профайла за самый лучший вопрос. Вот, поэтому… Да, спасибо большое. Вот, пожалуйста, ваш шанс, открытый микрофон задать супер предпринимателю большие вопросы. Привлекал миллионы инвестиций, работает до сих пор, Android, Академия, Минск, Тель-Авив и много чего другого. Задавайте вопросы. И представляйтесь, пожалуйста. Приветствую, Иван Веденин. Немножко стартаплю. Хотел узнать, ну, ходят легенды про израильскую армию и роли ее в развитии стартап-экосистемы. Можешь сказать, она как-то повлияла на твое становление стартапером? Ну, да, нет. И если да, то в какую сторону? Во-первых, вообще в общем. Израильская армия играет огромную роль в области вообще стартапа. Вообще, израильские стартапы начались в сайбер-секьюрити. Первые стартапы и самые известные, которые, acquisition, которые произошли, были в области сайбер-секьюрити. Почему так? Потому что в армии есть отдельное предназначение, которое занимается либо защитой от атак, либо всякими разными атаками. Ну, это не секрет. Поэтому израильская армия сыграла огромную роль в развитии стартапа вообще как опыт. Потому что все выходцы из этих подразделений, они очень-очень-очень сильно развиты технологически, что позволяет им создавать очень… У них есть как бы advantage над всеми остальными в плане технологий и понимания в области сайбер-секьюрити. Но это, соответственно, породило все остальное, как снежный ком. Изначально появились фонды, которые вкладывали эти сайбер-секьюрити, они продавались, создавались компании в Израиле, которые занимались сайбер-секьюрити. Как бы практически все компании Facebook, Google, IBM, Intel, Oracle, you name it, они находятся в Израиле, потому что они купили какой-то стартап. Как бы на самом деле так. Мой личный опыт… Я, к сожалению, не был ни в одном этих произведениях. Я пошел быть обычной пехотой, сидел на границах для окопа и никакого отношения к хай-теку не имел. Но для меня это был опыт ассимилирования в стране, потому что я приехал в Израиль в 16 лет, на эврите не говорил. Попав в израильскую армию, мне нужно было учить быстрый иврит и общаться на этом языке. И таким образом я просто стал частью Израиля. Потом я стал офицером, для меня это было круто, для меня был первый менеджмент опыт. Израильская армия отличается тем, что ты не можешь… Ты можешь сказать, солдату сделай, потому что я сказал, но это будет, скорее всего, конец у тебя как офицера, потому что, типа, ты не будешь заинтересован, не объяснил, почему нужно так сделать. Вот как-то так. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо. Андрей Походня из рекламы. Соответственно, вопрос, касающийся продвижения. Мне интересно на Западе, в принципе, когда подключается ли рекламное агентство вообще к продвижению, или же это вопрос скорее, вопрос, как фаундеры работают с экспериментами, либо работают с продажей на питчах. Все зависит от области, в которой ты работаешь. Например, мы из-за узконаправленности нам было очень тяжело получать юзеров. То есть, либо ходить в больницу, стучать в двери, потому что было очень тяжело продавать, потому что, когда ты говоришь о 10-20 долларов это одно, когда говоришь о системе, которая стоит пару сотен тысяч долларов, совершенно другая вещь. И мы тогда воспользовались услугами рекламного агентства. Это реально пиар-агентство. Как нам лучше всего найти этих юзеров? Даже было не найти, а получить их доверие. И нам помогли найти магазины, в которых нам лучше всего магазины, newsletters, через которые нам лучше всего публишить. Более того, они даже помогли нам написать первые статьи, понять вообще, что работает, какой язык. Ну, язык в плане не английский или русский, а именно язык лингвистический. Как, типа, таким посылом направлять к нашим клиентам, как к нему обращаться. Тон of voice, как говорится. То есть это вопрос уже скорее не идея уже, как достучаться до необходимой целевой аудитории. Да, в данном случае, то есть не конечные, а скорее, скажем, все-таки, все равно это все же промежуточное, наверное, какое-то звено. Все зависит от компании, зависит от стейджа, который нужно. Я знаю, что, я в Гет не был вовлечен, что касается маркетинга, но я знаю, что какие-то петапы работали с разными пиар-агентствами для того, чтобы достичь тех или иных целей. Либо какой-то новый продукт, который был предоставлен определенным образом аудитории, либо какой-то новый сервис, либо опять же хайринг. Например, в Израиле очень тяжело найти разработчиков. Как их можно хайрить каким-нибудь креативным способом? Давайте обратимся к пиар-агентствам. Почему бы и нет? Либо это заканчивается просто видео для кикстартера. Если мы говорим про мельче, про стартапы поменьше. Тоже один из вариантов. В Израиле есть очень классное агентство. Я просто смотрю их видео. Они делают для кикстартера всякие разные видео. Это просто кайф. Они делают это каждый раз. Это просто фан. Почему бы и нет? Окей, спасибо. Я тут, наверное, немножко дополню, потому что тот проект, о котором говорит Йонатан, он касается медицины. И это очень классный кейс с точки зрения медиа, потому что не все то, что работает в классической рекламе и маркетинге, допустимо в медицине. Нельзя какие-то вещи рекламировать, где-то ограничено законодательство, нельзя говорить, тест ДНК классно позволит узнать себе, ты папа своего сына или нет. То есть я имею в виду, что привлечение агентства здесь тоже как классный кейс в том смысле, что когда есть вещи, которые нельзя классическим способом продвигать, можно найти другие варианты. Поэтому еще фильтр нужно на то, что это классика или это все-таки другая какая-то специфическая тема. It depends. Еще вопросы задавайте. Добрый вечер. Меня зовут Мария. Вот тоже вопрос подвел, наверное, к моему. Ну, есть R&D стартапы. И я тоже немножко стартаплю. Костяк нашего стартапа ученые, физико-теоретики, компьютер-сайенс в том числе. И столкнулись с такой проблемой, что когда как раз-таки представляешь инвестору, что твой стартап основали ученые, базируется там на научном методе, все немного пугаются. Хотя в R&D стартапы, в R&D вообще вкладывается довольно большое количество денег. Все это знают, да. Но криптоэкономика – это в принципе математика. И когда в нее приходят ученые, это кажется логичным. Но когда говоришь об этом, это пугает. Почему? Вы сталкивались с этим? Сколько вы видели стартапов, в которых есть настоящие ученые? И как это работает вообще? А что они пугаются-то? А бог знает, что они пугаются. Спросите их, что их останавливает. Ну это же они же тоже люди. Ну, в частных разговорах было такое, что, ну, наверное, науке здесь нечего делать, наверное, это все сейчас будет слишком сложно. Может быть, они просто не хотели инвестировать изначально. Ну, типа, есть много стартапов, которые… Есть в Израиле, например, как работает, есть, например, технион. Технион, как бы, это университет. Университет, у них какие-то исследования, да. То есть там сидят эти профессора, что-то делают. В конце есть у техниона, есть компания, которая реализует, создает стартапы на основе технологии, где технион имеет роли на всех продаж и так далее, фьючер, экзит и так далее. Это очень common practice, это существует в многих местах и местах. Мне кажется, просто в этом специальном кейсе, либо, может быть, подумать о способе объяснения, что чем вы занимаетесь, что оно может быть такое, очень техническое, и пугает человека, который не очень имеет докторскую степень. Либо же просто, может быть, область такая, либо же, может быть, они просто не хотели инвестировать изначально и нашли причину. Токенизация бизнеса. Они просто говорят, что могут ученые понимать в бизнесе. А, может быть, концерн, что нет человека, который занимается бизнес-девелопментом. Это тоже может быть проблема. Но это как бы, типа, если компания состоит из четырех инженеров и нет человека, который умеет продавать, это проблема. Ну, потому что кто будет продавать-то? Отлично. То же самое, наоборот, если команда создает из четырех CEOs, и нет никого, кто будет разрабатывать, то же типа, ну, а кто будет делать? Здравствуйте. Меня зовут Денис. Я как раз занимаюсь интересным привлечением девелоперов на рынок. Вот и вопрос у меня такой. Как вы думаете, есть какие-то критерии для нового проекта, когда ему стоит привлекать инвестиции, а когда не стоит? То есть вот сейчас, когда вроде можно разбираться своими силами, а вроде новые инвестиции могут помочь быстрее шагнуть в рынок. Вот когда вы об этом думаете, что приходит вам в голову? Rule of thumb. Как сказать по-русски? Нет. Rule of thumb. Ну, это типа пальцем в небо. Если ты можешь не привлекать инвестиции, не привлекай. Я понял. Это как бы, это самый лучший адвайс. Наш последний стартап умер именно из-за этого. из-за привлечения инвестиций. И у нас был суперпродукт, с суперинвесторами до этого. Плохой инвестор может покупать компанию. Инвестор – это люди, которым нужно менеджить. Со своими эго, со своими проблемами, со своими интересами, со своими целями. И на это нужно тратить энергию и время. Вместо того, чтобы заниматься стартапом, ты будешь заниматься своими инвесторами. Если ты можешь разбежать, лучше избежать. Ты прав, что есть ситуации, когда ты говоришь, окей, мне нужен очень быстрый growth. То есть я хочу сейчас захватить рынок. Но это происходит на более поздних этапах, когда уже есть, когда ты уже доказал, что у тебя есть продукт, который интересует всех. И тебе нужно просто вкачать большое количество денег для того, чтобы захватить весь рынок. На этих этапах нам как бы чаще всего это другие немножко инвесторы, чем у Лилиппин. Это late stage capital. И, кстати, очень многие почему-то об этом не думают. Можно взять у банка суду. Если ты стартап, который это уже как бы доказал этого, у тебя есть какие-то маломайские деньги и какой-то бизнес-модель, очень часто банки выступают как инвестор. И это намного лучше, чем иметь обычного инвестора, потому что у тебя меньше льнобилити, потому что у тебя меньше головной боли и ты можешь быстро двигаться вперед без того, чтобы сейчас делать board meeting для того, чтобы заправить то или иное. Кстати, еще один смежный вопрос сразу. А если выбирать между каким-нибудь private investment, например, или kickstarter? Если честно, у меня не было никакого опыта с kickstarter, поэтому мне тяжело сказать. Я думаю, что это зависит от продукта, который ты продаешь. Если на какой-то сервис, ты его намного тяжелее продать на kickstarter. Если это какой-то физический продукт, то, наверное, да. Но при этом я знаю такую очень веселую штуку, что практически все kickstarter, с исключением пару вещей, они фейлятся, потому что не могут заправить продукт. Спасибо. Юнат, расскажи, пожалуйста, об опыте взаимоотношения израильских стартапов и классических медиа. Существуют вообще такие взаимоотношения? Интересуются телевидение, радио, газеты, порталы тем, что происходит в стартапах? Как вообще построены взаимоотношения, если да? У нас очень как бы... у нас нету природных ресурсов, если есть, их очень мало. Хай-тек, стартапы, это все как бы... это такое... это baby всенародное. Мы очень этим гордимся. Меди играет очень большую роль именно в становлении того факта, что люди не боятся фейлиться. Недавно показал ребятам, мы отправили на Луну луноход. Некоторые смеются, что он типа... мы его так хорошо отправили, что он просто врезался в Луну. Ну, как бы это фейл. И можно было, конечно, запросить типа очередной фейл, на-на-на-на-на-на-на. Но все вокруг меди и так далее... Ребята, мы практически долетели. и вот сейчас уже строится второй луноход. То есть можно было написать, что это тотали фейл, расстройство, или как написало одно из изданий, не израильское, разочарование. Конечно, можно. типа, да, почему нет? Но одно типа оно говорит, как бы оно попускает, а другое оно наоборот подымает. типа, мы долетели, мы просто врезались. Сейчас нам осталось чуть-чуть дожать, и мы дожмем. И это происходит везде. У нас все медиа затейлено на то, что вот чуть-чуть у нас получится. Естественно, я помню, практически все крупные сделки на первом канале, типа наш главный канал рассказывается в новостях, показывается. что вы понимали в плане экономики, что это делает для страны. Все понимают это. Не так давно компания Intel купила компанию Mobileye. Все знают Tesla. Tesla есть Автопилот. Автопилот был разработан в Израиле компанией Mobileye. Все практически современные сегодняшние автопилоты пользуются Mobileye. Это израильская разработка, которая была куплена недавно Intel. Это было куплено по-моему за 15 миллиардов долларов. Из этих 15 миллиардов государство имеет 25 процентов. 25 процентов от 15 миллионов долларов это очень много денег. 4 миллиона миллиарда долларов в бюджет страны. Это вау. И поэтому все это понимают. Для всех это baby и все это продвигают так или иначе. Медиа, государство и далее. Пропо закон, декрет и все такое. Это вопрос времени. Все понимают, что это штука, которая может очень сильно спонсировать экономику и стимулировать ее рост. у нас есть экосистема, у нас есть возвраты налогов, которые, например, если инвестор инвестировал и, допустим, это не выиграло, он получит обратно свои налоги. Правильно понимаешь, что медиа как раз-таки выступает тем самым ресурсом, который поддерживает стартапы, развивает эту тему и даже если фейл, то скорее поддержит со своей стороны. Это страновая культура, история и предпринимательство в целом вынесено как позитив и никто не будет там специально подчеркивать твой фейл, наоборот, это будет поддержка и мотивация. Правильно? Постоянно разговоры о том, что мы можем сделать, чтобы помочь вам. Этот посыл идет от медиа? От медиа в том числе. Очень легко получить какой-то поплишнс, если ты стартап, и ты делаешь крутую штуку. То есть идет активный посыл непосредственно от классических медиа, чем мы можем вам помочь стартапами. Правильно? Меня зовут Анатолий. Я, наверное, не буду представляться, что я с хакерспейса, потому что вопрос я хотел тебе задать про деньги. Так у нас всего два вопроса осталось. Вопрос о том, сколько дают наши ангел-инвесторы порядка 20 тысяч или сколько-то для развития, и хватает ли этого стартапа, я задавать тебе не буду. Я задам вопрос про людей. У нас на хакатонах, ты участвуешь на хакатонах, есть такая тема, когда команда формируется по принципу так, короче, у меня есть идея, я фаундер, ты разраб, ты дизайнер и так далее. Даже на уровне школы такая тема практикуется. Считаешь ли ты здоровой темой для создания команд? И так ли вы работали в университете, когда ты говорил, что у вас 20 человек работало над командой? То есть кто-то нам определял, кто там фаундер и так далее, как вы потом делились. Ну и, соответственно, финансовая прозрачность это тоже один из вопросов, когда у тебя появляются какие-то ребята, вы делаете все это дело за еду, а потом кто-то общается с инвесторами, а кто-то сидит и допиливает все это дело по пятницам, субботам, воскресеньям. Разделение по командам тот и релевент. Кто си-то, кто-то си-то, кто-то си-мо, все эти вот си-левел, они совершенно нерелевантны в контексте четырех человек, которые пилят какую-то идею. Ну, это такое, типа, ты си-чего, группки, которая собралась потусить. Ну, мне как бы это кажется, то есть, если на этом этапе есть разговоры, кто си-о, я тут начальник, ноу-го, это значит, есть большой очень эго, это значит, будет в будущем проблема, и мне кажется, это проблематично немного. Я очень верю в то, что, во-первых, каждый должен делать в том, что он хорош, хотя бы в начальном этапе, и помогать другим делать то, что они делают, если вдруг появилось в свободное время. Мы работали в университете, мы просто поделились, это было 20 человек, каждый из разного в какой-то области. Я был в компьютер-сайенс, со мной были ребята с менеджмента, с психологией, и с лоу. Лоуер – это самая бесполезная вещь, которая у нас была, она делала маркетинг. Мы просто разделились по интересам. Команды были по 4-3 человека, то есть из этих 20 человек фирмуется команда. Опять же, тема – это не кто CEO, потому что она совершенно нерелевантна в контексте количества их людей. Это тема, что вы делаете вместе, ради чего вы собрались. Если есть понимание того, какую цель вы преследуете и что должно произойти в конце, то все вот эти вот разборы насчет того, что кто что занимает, они как бы совершенно отходятся на второй план. То есть как бы и насчет транспарнси, максимальное, то есть, ну, Колжин, мой стартап, последний, который занимался, как я в него попал, ко мне пришел инвестор, которого я знаю, и сказал, что это есть крутой чувак, у него есть классная идея, у него есть экспертиза в этой области, но у него нет партнера технологического, если ты присоединишься, я вас инвестирую. И он мог сказать, вот этот партнер сказать, идея моя, я привожу клиентов и типа, ну, ты только кодер, приходи покодить. Проблема в этом, что очень бы быстро, наверное, создались какие-нибудь tensions в плане того, что у тебя там 75, у меня 25, я буду меньше работать, ты будешь больше и так далее. Особенно в моменты, когда плохо, когда заканчиваются деньги первого инвестора, мы еще не закрыли второй раунд, и вот нужно сейчас отказаться от зарплаты, и все такое. Это создает очень много проблем. Я очень искренне верю в то, что все равны в стартапе, в эфорте, потому что, когда говно происходит, оно постоянно происходит, постоянно, на разных уровнях стартапа, это то, что тебе позволяет вытащить все дальше, потому что нет вот этих вот терок насчет у тебя столько, то у меня столько, то меньше и меньше. Как можно быть более транспарантным, как можно быть более честен, то есть как бы как хотелось к тебе относиться, так относись как бы к другим. И нет разделения нам, ты там пишешь код, а я тот, который ходит ко всем инвесторам. Это тоже, сейчас он просто пишет код, ты ходишь к инвесторам, а завтра он будет работать в выходные и все дела, писать новую версию программы, потому что ты только что закрыл продажи. И ты будешь сидеть попивать кофе, а он будет сидеть и писать этот код ночами и выходными. Привет, Юрий Нутон. Александр Ритвин, проект The Hero's Media. У меня два вопроса, кратких о медиа и о пиаре. Первый, что ты думаешь о контент-маркетинге, когда стартап, бизнес не идет с публикациями в другие СМИ, а делает свое. И речь не о блоге, на уровне публикации раз в месяц мы запилили новую фичу, а о постоянном классном контенте, который подогревает интерес, привлекает внимание. А кому это нужно и как это делать? А когда не нужно, когда наоборот лучше пойти в релевантное медиа, отнести им свой контент. И второй вопрос. Ты сказал про Twitter, что для Америки это must have. И сейчас там, я так понял, какой-то второй итог популярности. Метрики Facebook падают, Twitter растут. У нас, ну не знаю, может быть, мое такое субъективное мнение, но, наверное, аудитория поддержит, Twitter вообще как-то не зашел. То есть вот ни разу. Но часто технологические вещи приходят к нам следующей волной после Запада. Нам ожидать здесь Twitter и уже идти сюда проектами и медиа или еще нет? И почему? Спасибо. Насчет контент-маркетинга все зависит от индустрии. Как я уже рассказал, мы делали контент-маркетинг, связанный вот с нашим стартапом. Просто вот публиковали всякие разные вещи, исследования, которые мы делали. Не обязательно связанные с продуктом. Мы делали маркетинг-исследования там по размен рынка, количество генетических тестов в штатах, сколько людей заказали. Мы сделали из этого целую статью и запоблишили. И делали кучу людей ретвитов, и таким образом получили пару лидов. Я думаю, это очень классно, но это занимает очень много времени. Есть, но это один из ченнелов, которые стоит обязательно проверить. Особенно, если у тебя узконаправленные стартапы, поле как наш в области генетики. Второй вопрос насчет Твиттера. Опять, когда меня кто-то спросил по Твиттеру, я сказал, смотря где, какая ты страна. То есть, наверное, если ты хочешь что-то запоблишить, я думаю, одноклассники здесь популярны в ВКонтакте. Нет? Я отстал от тренда. Я подростков спросила как-то, говорю, слушай, вы где, что вы читаете? Snapchat? Нет, они сказали, ну, в общем, старики сидят ВКонтакте, пенсионеры в Фейсбуке, одноклассники Каменный Век, а вообще они в Телеграме и в Инстаграме. Ну, это белорусские такие подростки, 18-17 лет. Круто. Ну, вот, прикольно. Мы уже, наверное, пенсионеры, да. Внезапно наступила пенсия. Я не знаю, что ожидает. Например, в Твиттере говорят, что в Израиль Твиттер придет вот уже, вот-вот придет, вот-вот придет, это уже последние 10 лет. Так он нас и не пришел, не проживается. Все остаются на Фейсбуке, хотя профессиональные вещи происходят на Твиттере. Я Юрий, школа стартапов Русол, Россия и постсоветское пространство. У меня вопрос по поводу инвестиций. Вы сказали, что не инвестируют в одиночек. Вы же как начинали? Как одиночка? Если вы начинали как неодиночка, то как вы искали кофаундеров? И сколько времени понадобилось на то, чтобы найти правильных людей? Сколько людей было отсеяно? И ваш опыт очень интересен. Спасибо. Наверное, это один из моих самых больших фейлов. Кстати, всегда есть исключения. Есть фаундеры одни, которые делают стартап сами по себе, но это скорее исключение из правил, нежели правила. Мой первый стартап я замутился со своим другом. Ну, просто, почему бы и нет. Идея, кстати, была оформлена, по сути дела, его. И это было классно, наверное. Это даже где-то позволило нам какие-то вместе передалить эти бампсы, которые у нас были. В моем последнем стартапе я особо не выбирал своего партнера. Для меня его выбрал инвестор. Я присоединился к этому стартапу просто потому, что это был инвестор, которому мне говорят нет. Это был один из топовых инвесторов в Израиле, все его знают. И я знал, что если он вовлеченный, то там типа все супер-пупер. Я даже не мог подумать о том, что он-то особо и не интересовался, насколько мой партнер, фаундер, подходит под должность CEO и вообще быть стартапистом. И это, наверное, был один из моих фейлов. я думаю, что одна из причин, почему наш стартап упал, это были мои взаимоотношения с моим партнером. Как найти партнера? Я искренне верю в тест пивом. Это пойти вместе напиться. Ну, напиться это громко сказано. Пойти вместе попить пиво. Если вам клево и интересно и вы можете поговорить и ты не выходишь со встречи с типа what the fuck, то, наверное, это будет работать. Большинство классных строкописцев с теми, которым классно выпить пиво. Если с ним не классно выпить пиво, то, скорее всего, когда будет все плохо, то все будет плохо. Вино. Если не пьет, то все плохо. Юнтон, ну, не могу задать вот последний все-таки вопрос. Мы сегодня еще коснулись такой темы акселерации. Вот твое отношение к акселераторам, веришь ты в них, нет? Я как человек, который учился в акселераторе в таком, ну, это как бы акселератор при университете. Я думаю, что это офигенная штука, которая позволяет тебе сделать в тепличных условиях все возможные ошибки и дает тебе фреймверк для того, чтобы это все дело учить, понимать, спрашивать вопросы и еще кому-то там приседать на уши. И это супер крутая штука, и я как бы советую всем в этом поучаствовать. Именно вот в контексте наделать как можно больше ошибок, потому что есть кто-то поможет тебе их исправить. То есть такая подстраховка. И это на самом деле круто. Я просто хочу напомнить, что мы сейчас находимся на территории пресс-клуба, благодаря которому случилась сегодняшняя встреча. При партнерстве акселератора LaunchMe Media акселератор замечательный и в том числе платформа The Heroes и в ближайшее время будет доступно видео сегодняшней лекции. Но прежде чем мы вручим свои призы, поскольку хочется все-таки интерактива, если можно, коротко, кто хочет дать фидбэк, что для себя взяли, крутого, классного, возьму в работу, что было интереснее всего. Обещаю не обижаться. Мы обещали кастдев, вот прямой, спросить клиента, что понравилось, что интересно. Хотим слышать обратную связь. Мне понравилось, что вы подтвердили мою мысль в том, что найти партнера или партнершу это самое главное. Если нет, хотя бы одного такого человека одному просто не справиться. Очень понравилось, что вы продолжаете традицию лекторов на тему «Как же успешно провести стартап?». Вы как… И это правильно, так и должно быть. Вы говорите «Да ну нет волшебной палочки, ребята, ну нету какого-то конкретного способа». Ну ничего этого нет. Вы знаете, и вы так очень честно, искренне говорите о том, что мы понятия не имеем, как это работает. Вот до сих пор. Делайте хороший продукт, это единственное, более-менее что-то такое членораздельное, понятное, что вы сказали. Но это нельзя воспринять как руководство к действию. Ты скорее тоже такой путеводная звезда. Ну делайте хороший продукт. То есть в принципе же это как вирусное видео. Мы не знаем, как оно работает. Правда, со стартапом точно так же. Меня глубоко поразил пример с луноходом. Вообще просто меня сразил. Потому что я на самом деле даже не представляла, что такое бывает. Вот как можно продерживать вот эту культуру ошибок, да, не просто право на ошибку, но культуру ошибок как способ достижения. И как медиа в этом спрашивает, что вам надо. Спасибо большое за вашу обратную связь. Я еще хочу кое-что сказать. По поводу пиара. Отвечая на вопрос, ну давайте поговорим пару минут о пиаре. Нет никаких проблем, как правильно пиариться. Ну, например, есть у нас представители СМИ здесь. Один, два, три. Ну, давайте поспрашиваем, что нужно для того, чтобы попасть в какой-нибудь интересный журнал. Или в Forbes, или в Wink, или в Bell Bees, или в Heroes. Ну, что нужно? Вы можете ответить? Это ответил спикер. Делать классный продукт. Но этого недостаточно. Всем кажется, что каждый делает. Давайте, давайте. Без того, что вообще даже знал, что я там присутствую. Я сделал Android Academy в Минске. Через неделю мне прислали статью на DevBuy. Как попасть на DevBuy? Сделать что-то хорошее для других? Ну, видите, вы уникальный человек. Все его знают, у вас Android Academy, Евангелист и так далее. Но все остальные стартапы, 99%, они же маленькие. Их никто не знает. Для того, чтобы сделать какой-то продукт, то есть каждый по вечерам что-то пилит. А ты думаешь, что я, армия, что ли, какая-то? А, запросто. Запросто. Я для чисел скажу. Команда Android Academy в Минске – это три человека, которые делают это все за собственное время с нулевым бюджетом. Изначально. Ну, как бы сейчас уже нет, но изначально это было ноль долларов, а все на собственном методозвязи. Супер. Давайте попробуем вернуться чуть-чуть на землю для маленьких стартапов. Какой совет дадите им для того, чтобы они попали в СМИ? Кроме того, что делать классный продукт, потому что все пилят классный продукт, и всем кажется, что мы делаем огненную историю, но почему-то никто о них не пишет. Какой первый шаг нужно сделать, кроме того, чтобы приехать и открыть стартап-академию? хорошо. Как понять? Только лучше спикер, простите, ответит. Если о тебе не пишут, когда у тебя есть вроде бы классный продукт, то, наверное, что-то не так с продуктом. Нет волшебной палочки. Вот сделай то, и тебе сразу же напишут на газетах. Если ты делаешь продукт слэш сервис, который решает кому-то какую-то боль, он превращается в твоего амбассадор, аддиктс. Я реально видел людей, которые пользовались первый раз в Гет, когда мы только запустили. Такси в Израиле это просто жесть. Это вот реально жесть. Я помню experience, когда ты садишься в таксиста, в машину, у него воняет сигаретами, включенная на полную громкость какая-нибудь звание восточной музыкой, и ты едешь, ты не можешь слово сказать. И ребята, которые пользовались в Гет, приходили к нам, говорят, мы хотим быть этим частью, потому что вау, потому что experience вау, потому что родители по-другому, потому что заказатель на одна кнопка. И они превращались, мы их называли аддиктс. Они становились нашими амбассадорами. И все остальное уже шло как накатанное. Люди начинали говорить, начали переначивать, люди начали рекомендовать друг другу. Я искренне верю, если ты делаешь продукт или сервис, который решает чью-то проблему, то все остальное это дело уже как бы в виральности. Все с этого начинает. Ты не можешь запилить, ты можешь построить бюджет на 7 миллионов долларов, которые ты вкладываешь в маркетинг, значит, твой подруг говно, ничего не получится. Да, как бы. В них хватает очень много примеров израильских стартапов, которые вкладывали большое время в пиар. Например, есть, кстати, очень такая известная тема, называется Seren Labs. Это один очень известный стартапист, Мушехо Гег, который сделал пару экзитов. У него было очень много денег и он основал компанию, которая первый смартфон, который блокчейн. Как это работает вместе, понятия не имею. Он сделал офигенный пиар. Это было во всех новостях, во всех сайтах, реклама в фейсбуке. У них был ретаргетинг и я пожалел, что я зашел на их сайт. Они мемор преследовали везде. А компания эта неделю назад уволила три четверти всех своих работников. Был еще такой вопрос, например, конкретно к нашей платформе. Я сейчас говорю о The Heroes и у нас редакционный советник Tom Post и наш редактор Саша Литвин. Мы работаем с ним вместе. О ком мы пишем? У нас есть такой посыл герою среди нас. С одной стороны, мы ищем мотивирующие истории, где есть личная история, человек действительно чего-то добился. И есть реально говорящие факты и цифры, которые действительно сделали что-то такое, чего не делал кто-то другой. Если говорить о том, как мы раскручивали свою платформу, а на текущий момент за неделю органический трафик составил просмотры постов от 5 тысяч до 7 тысяч, это немало для нас. Для нас это результат. Много перепостов, упоминаний, много кто начал к нам обращаться. То есть это хорошая конверсия при команде два человека. У нас, конечно, есть еще разработчики, которые нам помогают выполнять наши ТЗ. Как мы этого добиваемся? Двумя способами. Они сегодня тоже были озвучены. Решать проблемы, те, которые действительно важны для твоей аудитории. То есть это давать тот контент, который ей интересен. То есть это надо быть инсайдером, нужно понимать, что стартапам интересно читать, что интересно читать в экосистеме. Как это узнавать? Быть внутри, узнавать, спрашивать, задавать вопросы. Второй момент. Те, кто приходят на интервью, точно так же спрашиваешь, что ты хочешь осветить, что для тебя важно. И это постоянный такой вот контакт. И еще ключевой момент. Как попасть на радары в СМИ? Тот же самый нетворкинг. Приходишь в СМИ и спрашиваешь, что вам интересно, какой контент. И ты свой продукт подаешь этому СМИ в том ключе, который интересен конкретно для него. Потому что The Heroes, оно не пишет там те материалы, которые, например, пишет Белбис или пишет Девбай. Мы разные. У нас разная целевка, разный фокус, разные проблемы решаем. Но тем не менее, мы там открыты, например, для партнерства и это транслируем. Если говорить непосредственно про Forbes, то на самом деле Forbes это не только медиа, не только журнал. Там есть целый кластер направлений деятельности, абсолютно разные. Там и стартапы, и какие-то финтех продукты, и разработка различная, и мероприятия, и конференции, и мастер-классы, много-много всего. И на радар можно попасть абсолютно в любом из этих направлений. Но ключевое, компания должна делиться цифрами конкретными, иметь возможность открыто говорить о своих доходах, о достижениях, которые были сделаны, привести факты и так далее. Потому что это такое мини-журналистское расследование, где изучается профайл каждого героя. И прежде чем в интервью взять какого-то героя, мы изучаем очень подробно его профайл. Мы проводим исследования конкретных фактов биографии, мы ищем какие-то интересные факты в его жизни. Возможно, это может быть хобби какое-то, возможно, это история такая, которая была сегодня озвучена. И если говорить про соцсети, это не только закупка трафика какого-то, но в то же самое время привлечение комьюнити, это значит добавить в друзья, пригласить, сделать что-то ценное для кого-то, и развивать по максимуму этот нетворкинг. И на этапе любого стартапа самые простые инструменты в принципе названы. То есть это лендинг, это небольшой бюджет в Facebook или в соцсети, в зависимости от страны выбираете тот канал, где вас слышат. Дальше качественный продукт, простой контент, понятный, даже если это Excel и сложные расчеты, там три кнопки, быстро, просто, понятно, все, у вас получится, трафика вас узнают. Вот, надеюсь, кратенько ответила. Спасибо вам большое, потому что все сидят до конца, это на самом деле здорово, при том, что столько противоречий или разных вопросов, это на самом деле замечательно. Я сейчас попрошу Йонатана, чтобы он выбрал два человека и вручил ему два вот этих профайла. К сожалению, я не помню имя человека из Руссо, что там, Руссол, как раз Сол. Каверзный вопрос. И сзади вас стартапист только про израильскую армию, ну, просто израильская армия, как же без нее.